Цирковые шоу, различные фокусы, различные также животные. Вы все это сможете сейчас посмотреть и сами пройти на пиратский квест «Цирковая полундра». Так как увлечь и детей, и человеков старших? В данном случае ответ более чем интересен. Он раскручивается прямо на арене. Внучка убегает от дедушки с пиратами. А затем все еще более прикольно. Идет плавание. И мы видим различные острова и континенты. А меняются они и на каждом событии мы чувствуем новинки. И немного покажем. Чуть-чуть. Наша тема закрутка. Она работает безупречно. Дедушка пишет историю. А пират, особенно рыжеволосый атаман, он вообще все умеет. И поет, и на барабанах играет. И много чего умеет, то. Затем все вкручивается бешеными темпами. Наши любимые собаки реально показывают чудеса. К слову, это им нравится. Затем выступают жонглеры. А затем вы видите котов. И они такие умные. И мне кажется, Куклачев может удивиться тоже. После, что это? А-а-а. Это уникальная возможность ловить обручи. Да как? А затем фокусы. А далее нам показывают то, что умеют наши предки. А обезьяны реально показывают то, что мы не можем делать. Они это делают. Они это делают. Они это делают. Это клево. И что делается? И чудеса развиваются далее. Пока команда идет на абордаж. И не надо думать, что леопард практически царь зверей. Не умеет делать удовольствие. Он делает. И ему спасибо. А затем змеи протекают. И это красиво. Здесь все работает. И крокодилы тоже. Закрутка просто безупречная. Все меняется. А амазонки на конях показывают вам чудеса. Это очень красиво и в духе цирковой полундры. Тебе понравилось представление в общем? Да. Очень сильно. А почему ты выбрал именно цирк? Ну не кино, например. Потому что в цирке там интересно. Там все вживо. А в кино это не по-настоящему. Все понял. А что тебе именно... Ну какое представление тебе больше всего понравилось? Как они интернет запускали? Тебе понравилось представление? Ну да, конечно. Хорошо. Ну красиво было. А что тебе именно понравилось? Какое шоу? Да так. Когда собаки выступали. Необыкновенно. Как они на это вообще способны? Не понимаю. А почему ты выбрал именно цирк, а не пойти там на озеро покупаться? Или в кино сходить? Да так. Как узнал программу, сразу стало интересно. Ну и решил поедет. Ну и решил пойти с мамой. Ну уже билет. Купили билет и let's go сюда. Да. А что тебе конкретно понравилось? Какое шоу? Садки там пекали. Все понял. А почему ты выбрал именно цирк, а не что-нибудь другое? Ну я цирк выбрал. Я все его опасаю. Я все еще в вольне был. Тебе понравились пираты? Да. Тебе понравилось представление? Да. А что конкретно тебе понравилось? Ну какое шоу? Крокодилы. Да, очень. А что вам именно понравилось? Какое шоу? С крокодилами было прикольно. Потому что там много животных и все классно. С собаками. А почему вы выбрали именно цирк, а не кино, например? Ну потому что в кино каждый день ходят, а в цирке не так часто. В цирке это ты видишь вживую, а кино это просто по фильму. Что было далее, и честно, не каждый, можно сказать, далеко не каждый акробат сможет без страховки пройтись по канату. Не каждый уж точно может это сделать с закрытыми глазами. Поверьте, человек в возрасте тоже делает это без страховки. Это, наверное, работа поколений. А еще, Михалыч, я имею в виду, медведи так крутят. Причем работая всеми конечностями, без шеста. И еще раз мы говорим вам о чуде, которое вы можете увидеть. И это все для вас. Ну где и когда? В каком-то кино это делается? Да нигде. А в Магнитогорском цирке это удовольствие для вас постоянно. Ну что ж, мне вообще это представление очень сильно понравилось. Там было очень множество захватывающих выступлений, представлений. Вы можете сами пройти. Сейчас мы, конечно же, не все прям вам полностью показали. Но вы можете сами пройти на этот пиратский квест и посмотреть его. И вы будете в полном восторге от увиденного. Продолжение следует.